Судья Ненецкого округа завершился процесс по громкому и резонансному делу. На скамье подсудимых начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ненецкому округу Сергей Савельев. Предварительное следствие по уголовному делу длилось больше года. Обвинительный приговор судья зачитывал несколько часов. Все подробности в материале Ирины Цепетовой. Декабрь 2015-го. При получении части взятки в 1 миллион рублей сотрудниками регионального ФСБ задержан предприниматель Анатолий Попов, посредник Сергея Савельева. Полковника полиции задерживают чуть позже. По версии следствия, Савельев подозревается в вымогательстве взятки у предпринимателей Вашуриной Козловского в виде денег и имущества на общую сумму 4 миллиона рублей, угрожая в противном случае уголовным преследованием за преступления, якобы совершенные предпринимателями в сфере экономики. В ходе допроса представитель коммерческой организации Анатолий Попов полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении за посредничество во взятке. Полковник полиции Савельев настаивал на своей невиновности. Следствие продолжилось. Спустя год после задержания в суде Сергею Савельеву предъявляется новая статья. Вымогательство взятки в особо крупном размере сменяется на обвинение в покушении на мошенничество. По словам адвоката Савельева Татьяны Проценко, защите удалось полностью опровергнуть доказательства, представленные стороной обвинения, в качестве которых использовалось нарезка прослушивающих аудиозаписей и показания Попова. Попов – это предприниматель, житель города Нарьенмара, который, собственно, был знаком с Козловским и с Вашуриным, в отличие от Савельева, который их не знал, который уже ранее с них вымогал и получал в 2014 году таким же образом деньги, когда Савельева еще не было здесь, на Нарьенмаре. Он также якобы помогал им избежать уголовной ответственности и также получал с них денежные средства. Вот через год, в 2015 году, он, собственно, повторил этот же трюк, но когда его задержали и стали от него требовать показания на Савельева для того, чтобы ему получить более мягкий приговор, это в итоге и так и получилось. То есть, именно это явилось смягчающим обстоятельством в его приговоре так и написано. Учитывая, что он дал показания на Савельева, ему снижено наказание. По словам самого обвиняемого Сергея Савельева, дело против него сфабриковано, а доказательная база стороны обвинения строится на домыслах и догадках. Кому нужно посадить Савельева в тюрьму, полковник полиции умолчал. Однако акцентировал внимание на том, что его дело – это способ увести от наказания других людей. Так называемых потерпевших, Козловского, Вашурина, в отношении которых возбуждены уголовные дела, и почему-то они приостановлены, где хищение было доказано, и сам прокурор, выступая на совещании при губернаторе, сказал, что у нас возбуждены уголовные дела. Это было в конце ноября 2015 года, и дела планируются направить в суд. На самом деле, дела планировались направить в суд в конце 2015-го, в начале 2016-го года, но после моего задержания они были все резко приостановлены. Савельев говорит о ситуации, которая сложилась вокруг затянувшегося строительства фермы в селе Оума. В сентябре 2015 года по материалам проверки о нарушениях при возведении объекта прокуратура округа возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», где речь шла о нескольких десятках миллионов рублей. Впрочем, это уже совсем другая история. Сергея Савельева признали виновным в совершении вменяемого ему преступления, покушения на мошенничество с наказанием в виде лишения свободы на срок 6 лет и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Сергей Савельев может обжаловать приговор в апелляционном порядке в суде Нинецкого округа в течение 10 суток со дня провозглашения.